Всем привет! У меня зимняя рыбалка на жерлице и между делом, без клеви днем, решил записать для вас традиционный топ воблеров для ловли щуки. В основном будет полезно новичкам, тем, кто набирает себе коробку. Думаю, что вот для них будет полезно узнать действительно, какие воблера рабочие, чтобы не покупать разный хлам. Ну и тем, кто ловит давно, я думаю, в принципе, увидит свои воблера, которыми они ловят, и думаю, тоже будет интересно. Поехали! Итак, перед вами коробка, где я собрал всех лучших бойцов, участников боевых действий 2023 года. Воблеров, которые ловили, было около 30, наверное, но вот выбрал я 10 самых уловистых, которые принесли мне наибольшее количество щук. Начнем с первой пятерки, которая находится на этой стороне. И десятое место. Цуребита в кислоте Hardminol 95 SP. Интересный гублерок, очень интересная у него равномерка. Частенько, чаще проводил на равномерной проводке, то есть продолжительное время. И делал пару рывков, и на равномерке имеет такую живую игру, которая провоцировала щуку. Кислотные расцветки не мои любимые, поэтому у меня их здесь будет немного. Хотя это, наверное, топ, где их большее количество, так как в основном все же я стараюсь и приобретать воблера в натуральной расцветке, ну и ловить, естественно, тоже на них. Но пару рыбалок выручил. Щуку ловил от килограмма, тоже очень положительная черта, то, что щука на него ловилась довольно крупная. Лопатка у него не самая лучшая. У меня есть такой же точно воблер в натуралке, который без нее остался. Очень так надо бережливо относиться к данной приманке. Стараться не кидать ее в какие-нибудь деревья, в камни не проводить. В камнях для ловли судака, кстати, для судака тоже неплохой воблеровок, я считаю. Опять-таки, благодаря собственной игре шум присутствует. Глуховатый, система дальнего заброса в виде шара. Ну, в принципе, все для удачной рыбалки в данном воблерке есть. Но, опять-таки, скорее всего, он на 10-м месте из-за того, что я не так часто ставлю именно кислотные расцветки. Следующий воблер это маскот 80-й в натуралочке. Одна из интереснейших расцветок у Ксадаки. Главное, как по мне, что был контраст. Контраст яркого оранжевого живота и натурального бока. В принципе, такая довольно популярная расцветка. Опять-таки, черная спина. Равномерка. Большую часть. Самый мой глубоководный воблер в данном топе для облова глубин где-то в районе 3-4 метров. Я его использовал. Уйдет он на уровне 2 метров на небыстрой проводке с подтяжками. Вручал меня в береговых рыбалках. Стоит не так дорого, поэтому я не боялся его кидать. Ну и из-за того, что часто его именно на береговых рыбалках использовал, он как раз-таки попал в топ. Приносил неплохие экземпляры рыбешек. Такой вот интересный воблер 9-граммовый 80-ка маскот XL. Далее воблер, который показал себя, наверное, лучше всего в прошлом году по ловле судака у меня. Но и в щучий топ он попал, так как, в принципе, является таким универсальным. В основном это твичовый воблер, как по мне, это Panish 85 в SP-версии с небольшой лопаткой. Опять-таки, которая говорит, что лучше всего он раскроется на рывковой анимации. Но на равномерке также прекрасно ловит судака. Не знаю, такая неразмашистая, высокочастотная у него довольно игра, невыразительная. Но судачок реагирует. Есть гибридный звук, там шумится и крупный шар, который участвует в системе дальнего заброса. И также есть шумовая камера. И на твичинге, опять-таки, неплохо ловят крючки. Здесь я поменял, но задний поставил фосфорный. Он светонакопительный, опять-таки, для ловли судака. Такой вот интересный вариант, который можно купить для ловли окуня, для ловли судака, для ловли щуки. И по жирюху он тоже себя неплохо покажет. То есть, один воблер вполне может закрыть довольно большой ассортимент по рыбе. Далее, воблер от производителя ОСКО, плавающий. Больше, к сожалению, о нем ничего не знаю, нет никакой информации. Он у меня, так сказать, со вторичного рынка. Покупал я его с рук, поэтому название его мне неизвестно. Интереснейший воблер, который вообще не летит. Очень тяжело его забросить. Он, скорее всего, сделан из бальса, по ощущениям. Вообще, про него ничего не знаю и даже не искал информацию. Просто, может быть, кому-то будет интересно, у кого-то, может, он валяется. Никто им не пользуется, но воблер шикарно. Себоказывать на равномерной проводке его даже я и не пытался твичить. Это такой сугубо воблер для равномерки. Он мне и судака приносил. Опять-таки, поэтому здесь стоят фосфорные крючки. Но как-то выручил прям щучью рыбалку. К сожалению, с нее нет кадров, не снимал. Но ловил чуть ли не через заброс щук до полутора килограмм. Классно. Прям кидал в берег, в меляк. И с меляка начинал стягивать в глубину на 3-4 метра. И щука постоянно вылетала на данный интересный воблер. Далее у нас идет Цуёйки Роджер 106. Шикарный воблер. Можно было бы его поставить вполне на первое место. Но я в этом году старался в него сильно не упираться. Естественно, где были его условия, он там участвовал обязательно. Но старался не брать даже его на рыбалке. Потому что знаю, что это невероятно увольстый воблер. И цель была все же добавить в коробу какие-то новые интересные приманки. Чтобы не ловить на 5-10 воблеров. Но всегда все равно есть у меня мой арсенал крутых рабочих воблеров. Которые ставишь, когда бесклевее. Когда не понимаешь, что происходит. Когда в новых местах вот такие вот воблера, как Цуёйки Роджер. Под поверхностный интересный воблер. Классно себя показывает. Он у меня медленно тонущий. Хотя оно это эвка. Но здесь стоят огромные крючки. И он на паузах начинает тонуть. То есть на рывковой анимации творит чудеса. Просто выполняет разнообразные кульбиты. Перевороты напоминают рыбку. Бьющуюся в конвульсиях, в судорогах. Которая вот-вот погибнет. Подранена. И я думаю, что щука просто в этот момент сходит с ума. И не может удержаться от атаки на данную приманку. Ценник гуманный. Хорошие родные крючки стоят у Цуёйки. Здесь они мененные. Но мененные не потому, что крючки ломаются. Крючки ломаются на крупных щуках. Вот такой вот классный воблерок. У меня он уже давно в коллекции. Пытался в этом году ввести такую довольно яркую расцветку. Но успел плавить на неё одну рыбалку. Поклёвок не видел. Но вот именно Red Hat или Clone. Как правильно на этот расцветку клоун. Лучше всего себе облога показал. И пятёрка. Самых лучших воблеров. Воблера здесь, можно сказать, стандартные. Мои любимые. Как я не пытался удержаться от ловли на, так сказать, одни и те же приманки. Но от этого удержаться нельзя. Если воблер ловит. Причём ловит шикарно. Но как его не поставить. Следующий в топе получается пятое место. Это и радость. И одновременно разочарование. Это Pop X Max. По-моему от Megabass. Название. Напишу. Прям точно как называется. Не помню. Радость в том, что он шикарно ловит. Отлично. Точно далеко летит. Громкие бульки. Стабильно работает. Легко им управляет. Ну то есть это идеальный поппер. Для новичка. Вообще для любого человека. Идеально в нём всё. Кроме ценника. Ценник у него заоблачный. Но на одной рыбалке я его кидаю. Перестал работать. Начал заглубляться. Ничего не понимаю. Я что-то долго тупил. Но по-другому назвать это никак не могу. Кидаю. Он у меня сразу траву цепляет. Хотя там от поверхности сантиметров 10 было. Потом смотрю. А у меня поппер полный налитой воды. Я уже ненароком думал, что он как-то через эти отверстия, которые у него в хлюпалке есть, напил. Столи ещё как. Но на рыбалке этого так и не понял. Он прям полностью. В склейн был залит водой. Дома. Искал. Искал. Дёргал. Его переворачивал. Ничего не происходит. Потом, ну как бы странно не звучало, начал в него дуть. И путём таких манипуляций я нашёл, что в корпусе у него дыра от щучьего зуба. То есть вот здесь она прокусила пластик насквозь. И поэтому он пришёл в негодность. Я ещё его не ремонтировал. Но думаю, либо просто заплавлю баяльником, либо залью эпоксидкой. Ну, обязательно что-нибудь придумаю. С этим проблем отремонтировать её не будет. Ну, вот такая вот ерунда, что воблер дороже, чем за полторы тысячи. Имеет такой отвратительный тонкий пластик. Классный поверхностный воблер. Лучший, наверное, поппер, который у меня был в арсенале, который я использовал. Следующая приманка – это Classical Minnow. Думаю, что многим будет тяжело его найти и вести в свой арсенал. Во-первых, их мало. Во-вторых, на них уже ценники перевалили за полторы тысячи. То есть люди то ли их распробовали, то ли они стали настолько редки. И они пропадают. Обычно у меня в топе был Classical Minnow в натуральной расцветке. В этом году выстрелил вот такой вот Буратино, оранжево-красный. Натуралка показала себя в этом году хуже, чем вот этот вот яркий воблерок. Не очень далеко летит. Шикарная игра на равномерке. Размашистая, активная. Плюс он создаёт шум низкочастотный. Щука от него сходит с ума. Щуки, конечно, разнокалиберные в основном. Это мелочь такая, грамм по 600, по 700. Но влетают периодически и двушки, и трёшки. Воблер шикарный. Каждый год в топе лучших воблеров. В прошлом году, по-моему, он себя не суперски показал. Но в этом он был на высоте. И интересный новый воблер. Это Megabass ItaVision 110. Но я сильно сомневаюсь, что это оригинальный воблер. Тоже достался мне с вторичного рынка. Это в довесок к оригинальным воблерам, который 100% оригинальный. Эта приманка, как по мне, является чей-то такой довольно плохо сделанной копией. Но навряд ли это оригинал. Во-первых, краски не те, как у Megabass. Ну и выглядит он немного иначе. Но удивлюсь, если это правда оригинальный воблер. Ну, он летом прям выручал. Летом и начало осени по щуке шикарно себя показывал. Я даже немного начал верить в кислоту благодаря данному воблеру. И, кстати, кто смотрит, напишите, не знаю, оригинальный это воблер или нет. Вот здесь сверху SP написано. ItaVision 110. Надпись похожа, конечно, на оригинальную. Но все остальное у меня почему-то вызывает довольно большие сомнения. Хорошо и далеко летит. Слабо шумящие. Три тройничка. Небольшие, но, на удивление, щучку нормально так зацеплял. Вот такой вот. Думаю, что если это и копия, то копия рабочая. Значит, обязательно должен работать и оригинальный воблер. Очень-очень хорошо себя показал. За 50 щук, наверное, точно поймал. И приманка, которую я обычно показывал, все годы говорил, что вот, бросаю. Пытается вроде ловить 2-3 щуки. Но в этом году, конечно, OSP-Band Minnow 106 оригинал, ну, просто разорвал. Есть у меня видео, не есть, а выпущу его весной, осенью не успел. Где я целый день ловил на него. И можете в ближайшем будущем посмотреть, как он за целый день шикарно отловился. Ну и помимо этого, рыбалка 5-6 он точно спасал. Такая вот расцветка под мертвую рыбку. Голографический. Бежевая спина, оранжевый живот великолепно, стабильно работал. Занимает положение где-то в районе 15 сантиметров от поверхности. И четко идет. Он и пендер вроде бы, я не помню, но рекомендую. Ценник негуманный, но обязательно. Все же Роджер Роджером, ну как же, классно и стабильно работал в этом году данный воблер. И не сравнить его даже. Сравнить есть с чем, конечно, но супер. Хвалить, конечно, воблера нельзя, у всех свои условия. Все-таки это топ у меня почти все воблера, где подповерхностные. Хоть я ловлю и на 5, и на 6 метрах. Но опять-таки использую там подповерхностные воблера. Начинаю проводку от травы, ищу как раз-таки от травы и выходят. Поэтому сильно диповых воблеров у меня в арсенале нет. Но кроме маскота еще пару приманок, которые я использую обычно больше для береговых рыбалок. Но вот эти подповерхностные приманки работают на абсолютно любой глубине. Ну и даже смысла нет, наверное, показывать. Не знаю, в моем шопке сколько раз занимал данный воблер первое место. Это интро. Интро 125-е. Шикарный подповерхностный воблер. Самый стабильный, который работает 5-6-7 лет. Крупный, но при этом может принести щуку от 200 грамм и до бесконечности. Я в этом году, не помню, какой из них работал лучше, ставил по очереди. У меня просто данный в расцветке под форельку имеет более крупные крючки. И он немножко поглубже идет и не так быстро всплывает. Если мне нужно заглубить побольше воблер, я ставил с большими крючками. Если место только под поверхностью, ставил в этой расцветке. Так как здесь, по-моему, у него расстоят родные крючки. Стабильно работает на равномерке. Но я равномерку не особо уважаю. Мне больше нравится подергать приманки. Поэтому на твичинге просто шикарен. Быстро очень всплывает. На всплытии, на поверхности, когда находится волгар, поклевок не будет. Поэтому его нужно держать под поверхностью хотя бы 5 см. И щука на него будет выходить. Воблера, посмотрите, опять появились на всех интернет-магазинах. Да и вообще везде они появились в продаже. Ксадака сильно довольно упустила ценники на многие свои воблера. Но эти пока держатся в районе 600 рублей. Ну, смешной ценник для таких супер рабочих приманок. И отдельно от тем воблеров хочу отметить данную блесну. Ноунейм, которая принесла мне самую крупную щуку этого сезона. Она была в незацепляющемся варианте. Здесь был усик такой, который закрывал жало крючка. Но по итогу щуки так растерзали данную блесну, что усик данный обломился. Стандартная игра блесны. Переваливается. Блестеть здесь особо нечего. Она сделана из какого-то такого неблестящего куска металла. Не знаю, может это вообще самодельная блесна. Крючок здесь тоже не самый острый. Но как же шикарно и стабильно она работала. Я после успеха данной блесны напихал в коробку огромное количество колебалок. Но никто там не мог принести больше пяти-трех щук. И это же работало стандартно офигенно. Но может быть у кого-то опять-таки есть дома. Валяется блесна такого ромбовидной формы. Похожий. Попробуйте. Покидал в самую траву. Ну прям где-то может быть одна-две проводки из пяти получались. Остальные все были с травой. Но если они получались, то щука обязательно в эту траву вылетала и брала данную блесну. На ней долго акцентировать свое внимание не будем. Все-таки это щучий топ. Такие вот приманки. Думаю, что тем, кто собирает щучью коробку, данный топ мог быть хоть немного полезен. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.